Дорогие слушатели, с вами, как обычно, по утрам Тулигену Розалиев. Трансляция ведется из города Алматы, с офиса официального партнера Альпарей. Ежедневно мы встречаемся для того, чтобы работать по стратегии, которую мы с вами уже испытываем на протяжении двух месяцев. Я в этой стратегии работаю уже несколько лет, поэтому самая основная просьба — сохранять спокойствие. Любые коридоры, какие бы вы ни выбрали по данной стратегии, они будут отрабатывать свои уровни. Дело в том, что когда, допустим, цена уходит в другой диапазон на графике, то все коридоры, которые остались внизу, абсолютно все, первый, второй, третий, четвертый, пятый, десятый, двенадцатый, двадцать пятый коридор, они все достигают своей цели. Единственное есть «но» — они достигают своей цели с разными количествами стоп-лоссов. Поэтому сегодня мы рассмотрим, что же было вчера, что же будет сегодня. Новички, подключайтесь, потихонечку вникайте, чем мы занимаемся. Напомню, мы уже на протяжении трех месяцев работаем по данной стратегии, вместе в онлайн-режиме. Никаких секретов и тайн у нас друг от друга нет. Данная стратегия работает только при строгом соблюдении money management. Еще раз предупрежу, то есть все три месяца нам очень хорошо везло. То есть один, два стоп-лосса, тейк-профит, один, два стоп-лосса, тейк-профит. И мы вместе радовались и, на самом деле, очень сильно верили в эту стратегию. Но вчера эта стратегия заставила нас немножко понервничать. В принципе, ничего страшного не происходит. Сейчас я все объясню, что нужно делать. Вот. Поэтому потихонечку переключаюсь на график. Будут вопросы, задавайте, пожалуйста. Поехали. Вот экран. Я для вас его специально так приготовил. И хочу видеть сейчас ваши чаты. Раз, два, три, четыре. Так, чаты вижу, людей вижу. Ильдар, добрый день. Валерий Константин. Вчера, по-моему, Крапивин Денис мне написал письмо. Я сейчас отдельно отмечу его замечание по поводу коридора по евро-доллару. И мы с вами его рассмотрим. Но напомню еще раз. Любой коридор, какой бы мы ни выбрали, даже если он будет ошибочный, он свою цель все равно отработает. Итак, поехали. Вот здесь я специально для вас написал. Смотрите, по данному коридору, который мы выбрали, уже есть 9 стоп-лоссов. Связано это с тем, что никаких новостей по фундаментальному анализу они никак не отработали. Даже выступления Карни, выступления Драги, они, в принципе, ничего существенного на рынок нам не принесли. Тем более, вчера отдыхали американцы. Поэтому вот здесь я написал 9 стоп-лоссов по данному коридору. Строго соблюдайте money management. Кто до сих пор остается в этом коридоре, сейчас мы уже с утра пораньше вновь вышли за пределы сотки. И вот здесь вы видите мои баи. Баи, как по-прежнему, я держу до 423 уровня, потому что у нас были до этого сигналы. То есть, вот он, выход был из-под сотки с проколом 161. То есть, ориентируясь на вот этот сигнал, соответственно, передвигая постоянно take profit на 423 уровень. То есть, остаюсь до сих пор в позиции. В любом случае, сегодня у нас четверг, завтра у нас пятница. Не знаю, с каким количеством стоп-лоссов, но все-таки я этот коридор закрою. Еще раз напомню, что я, знаете, наверное, с сегодняшнего дня я начну говорить так. Я торгую, я буду торговать, а там уже, соответственно, ваша позиция будет такая. Либо вы наблюдаете, либо вы со мной вместе торгуете. Но, но, строго соблюдайте money management. Я этот money management не соблюдаю, еще раз повторюсь, для эффекта. То есть, мне нужно сейчас показать максимальную, соответственно, торговлю на своем этом счете. Для того, чтобы иметь, не знаю, результативность там 400-500% в месяц при несоблюдении money management. Ну, у меня вот такое есть желание. Поэтому при соблюдении money management по данной стратегии можно спокойно зарабатывать 4-5% в месяц. Тогда ничего страшного ни с кем из вас не произойдет на этом рынке. 4-5% в месяц – это, ну, как бы очень хороший результат. Если взять средний money management, то это будет порядка 40-50% в месяц. Я думаю, тоже неплохо. Я постараюсь этот счет раскачать в этом месяце, ну, процентов до 200, я так думаю. Поэтому, почему до 200? Потому что появилась у меня некая такая агрессия. К чему? К тому, что все-таки нужно правильно добавляться, вернее, правильно заходить на рынок с постепенным увеличением, но не добавляться на сотом и на 161 уровне, что я делал в прошлые дни. То есть этого я делать больше не буду для того, чтобы, соответственно, сильно-сильно свой депозит не убивать. Вот. Обратите внимание на мой депозит. То есть со мной ничего страшного не происходит. Вчера ночью я просто взялся, где-то, наверное, ну, вечером приехал домой и пару часов уделил тому, чтобы по стратегии Fibonacci, но только не по этой стратегии, по которой я вам транслирую, а по другой стратегии, более краткосрочной, на 15 минутках восстановить свой капитал. Я сейчас вам покажу, как я свой капитал восстановил. Поэтому стратегий у меня очень много. И еще раз повторюсь, что трейдер, соответственно, который владеет одной стратегией, параллельно должен уметь пользоваться несколькими стратегиями в том случае, если, к примеру, данная стратегия, она для направленного тренда. То есть рейндж эту стратегию убивает. Но есть стратегии для рейнджа, есть стратегии для, допустим, каких-то меньших графиков, которые внутри часового рейнджа составляют некий тренд. Об этом я сегодня расскажу. Поэтому, комментируя прошлый коридор, то есть я сейчас, давайте вот так открою евро, чтобы было все понятно. То есть изначально мы взяли с вами коридор, не учитывая вот эту черную свечку. Давайте я увеличу сейчас, и будет все понятно. То есть вот эту черную свечку во внимание не брали, и я посчитал одноцветный рост. То есть белое, 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 и потом корректировка до 50%. Когда я вам это все показывал, ну как бы люди соглашались со мной, сказали, да, в принципе, красиво, белое-белое, до 50% скорректировались, выход. Вот здесь сразу протестировали 161-й четко. Еще раз говорю, что это говорит о том, что коридор верный. Но никак мы не можем выйти ни на 261-й, ни на 423-й, и уже замучил этот коридор абсолютно всех. Вот это мучение, на самом деле, оно вводит трейдера в панику. То есть трейдер начинает паниковать. Каким образом паниковать, я вам сейчас расскажу. То есть трейдер начинает отказываться от этого коридора, начинает искать другой коридор. Видит, что в другом коридоре у него тоже стоп-лоссы, начинает искать другой коридор, потом переходит на вот этот коридор, здесь тоже стоп-лоссы, потом выходит на вот этот коридор, там тоже стоп-лоссы. В итоге, на самом деле, если поймать такую панику, при выходе из этого коридора вы получите 25 или 30 стоп-лоссов по разным типам коридоров. Поэтому лучше оставаться верным одному коридору и все-таки добить его до цели 423. Цель мою вы видите, 423, я ее заберу. Почему 423? Потому что был сигнал, еще раз повторюсь, вот он был сигнал. Хороший был прокол, то есть 161, что дает основание по данной стратегии стоять на 423. Ну и еще есть много, соответственно, других факторов, которые спокойно нам дают основание держать евро до 423, потому что картина один в один похожая на фунт-доллар. Смотрите, падение, да? Вот это было падение нонфармовское. И 423 находится на 100% от начала этого падения. Если мы посмотрим фунт, то мы увидим, что что сделал фунт? Фунт после нонфарма вернулся не только на 100%, смотрите, но он уже вернулся в те диапазоны намного раньше, которые существовали до нонфарма. То есть для меня это показатель, то есть если фунт вырос, он все-таки тащит за собой дешевление доллара. И фунт игнорировал цену, с которой начался нонфарм, соответственно. Он ее протестировал, 261 уровень у нас там находился, и ушел на 423. Кстати, поздравляю всех, кто стоял на фунт-долларе. Я вот здесь специально для вас написал, ни одного стоп-лосса прибыль составила 130 пунктов. То есть кто забрал фунт-доллар, дождался, всю ночь не спал, я того поздравляю, можете поставить плюсики, я порадуюсь за вас. То, что вы забрали хоть по фунту прибыль. И вот здесь я обращу ваше внимание, соответственно, кто не увеличивался, то есть не увеличивал лотность по евро, а работал в обычном стандартном режиме 1.1.1.1, то фунт, соответственно, смотрите, перекрыл все убытки по евро-доллару. То есть даже если мы берем по евро-доллару 9 стоп-лосса, среднее расстояние от стоп-лосса до тейк-профита у нас порядка 130 пунктов. 130 пунктов, обратите внимание, то есть после пробития сотки до 76-го 130 пунктов. Но это если кто соблюдает money management, то фунт 10 раз по 13 пунктов нам вернул. То есть, грубо говоря, смотрите, евро нам до сих пор должна, но фунт уже дал нам конкретную прибыль, которая перекрывает наши 9 стоп-лоссов по евро-доллару. Смотрите, я мог бы вам эту стратегию показывать на одной валютной паре. Почему я беру три валютных пары? Потому что если одна валютная пара застревает, к примеру, как вчера было по евро-доллару, то другая валютная пара, она моментально уходит на свои тейк-профиты и, как бы, знаете, компенсирует те стоп-лоссы. Но не будем забывать о том, что евро-доллар мне должен. Я не буду говорить нам должен, но кому-то он тоже должен. Поэтому в дополнение к этим 130 пунктам сегодня евро мне отдаст еще порядка 100 пунктов. Я по евре заберу. Тем более я стою здесь немножко удвоенными, утроенными, учетверенными лотами для того, чтобы поглотить те убытки, которые принесли мне вот эти 9 стоп-лоссов. Хорошая позиция, то есть смотрите, чем она хороша по евро-доллару. То есть смотрите, прошлое пробитие. Прошлое пробитие, показываем хай, на 161 возвращаемся. Естественно, почему возвращаемся? Потому что вчера американцы отдыхали, движений на рынке не было. Паника, все, пошли вниз. Новое пробитие, которое состоялось буквально несколько часов назад. И вот эта вот свечка, хай, она пробивает предыдущий хай. То есть, грубо говоря, если мы сейчас натянем такую банальную сюда трендовую линию, то мы увидим, что евро-доллар все-таки рисует нам не нисходящий тренд, а восходящий тренд. То есть каждый следующий хай выше предыдущего хая, каждый следующий лоу выше предыдущего лоу. Поэтому здесь, в принципе, уже можно говорить о том, что евро начинает формировать восходящий тренд. Спасибо японцам, что они двинули все это наверх и скоро ожидается европейская сессия. А по статистике я вам скажу, что европейцы, они работают по тренду. То есть, грубо говоря, европейцы посмотрят уже, что сформируется по евро-доллару тренд и начнут потихонечку двигать к нашему тейк-профиту, соответственно, евро. Ничего страшного в этом нет. Вот этот показатель, то есть предыдущая свечка была для меня значимая. Я так ждал пробития вот этого хая, что наконец-таки я его дождался. Вот он хай и у меня уже полоска стоит криво. А когда полоска стоит криво, это уже приятно даже чисто для самовнушения, что ты прав на самом деле. Нисходящего тренда я здесь не вижу никакого, вообще абсолютно не вижу никакого нисходящего тренда. Еще раз повторюсь, что ключевой точкой для удержания позиции является все-таки 1.0707. Эта ключевая точка была сформирована вот этой вот белой свечой. Поэтому я считаю, что вот эта белая свеча намного важнее, чем вот эта, к примеру. Почему? Потому что для каких-то коридорчиков вот эта свеча, конечно, важнее. Смотрите, кстати, если бы мы взяли вот эту свечку, то, естественно, без всяких мучений. Вот он, пробит уровень сотка, не было тестировано в 161. Заходим только до 261. Четко забираем прибыль на 261. Это если мы берем правильно натянутый коридор, секрет номер 2. Если кто был 24 октября, он помнит. Секрет номер 2 говорит о том, что вот эта и вот эта свечка, она не участвует в натяжении Фибоначчи. Вспоминаем, да? Кто помнит, пожалуйста, поставьте плюсики. Секрет номер 2 говорит, что это является ключевая точка. Вчера мне вот подсказал Денис, он написал мне письмо. Я ему ответил, спасибо, Денис, за то, что вы все-таки, ну, как бы, подкорректировали вот этот коридор, который вообще без всяких мучений открылся и закрыл 261. Но после нонфармовского движения важной свечой является первая свеча белого цвета. Поэтому важной ценой является вот этот лоу, 1.0707. Поэтому, в принципе, я его и натянул сюда, да, к примеру. Ничего страшного нет, я еще раз говорю, все коридоры отрабатывают. Какой-то коридор быстрее, какой-то коридор чуть позже. Этот коридор буду сегодня я добивать, потому что он мне должен. Ну, я вам уже рассказывал про, помните, фунт нам тоже как-то, где-то месяц назад, по-моему, фунт нам был должен порядка 4-5 стоп-лоссов. И в итоге он очень хорошо нам отдал. Кто помнит, тоже можете, в принципе, поставить плюсики. По фунту был у нас затяжной такой рейдж. Мы считали, что коридор неправильный, но все-таки он нам отдал. Поэтому евро сегодня отдаст. Слава Богу, американцы сегодня выйдут на работу. Сейчас, через некоторое время, европейцы увидят, что японцы, в принципе, не против того, чтобы европейская валюта росла. Напомните секрет 2. Секрет 2, Сергей, говорит о том, что нужно натягивать уровень Фибоначчи с той свечки, чтобы с той, допустим, свечки противоположного цвета, чтобы свечка предыдущего цвета не закрывала свое тело ниже сотого уровня. Ну, например, вот так приведу. Смотрите. То есть здесь, видите, черная свечка еще далеко. Значит, мы можем подвинуть на белую свечку. Двигаем. Черная свечка еще далеко. Ну, то есть я вот так буду показывать. Но мы не можем уже подвинуть на третью свечку, вот на эту белую, потому что если мы на эту белую поставим, то мы увидим закрытие предыдущей черной ниже сотого уровня. Поэтому третья свечка здесь не рабочая. Вторая рабочая и... Ой, тейк профит нечаянно потянул. Вторая... Да что такое? Сейчас я тейк профит отодвину, потом на место поставлю. Или стоп-лосс, это опасно стоп-лосс двигать. Так, вторая у нас рабочая, но ключевая точка после нон-фарма считается лоу-белой свечей. Денис все правильно сказал, то есть он сказал, что он работал в этой... Работал или не работал, не помню. Но он сказал, что вот этот коридор четко без мучений отработал. Пробили и четко ушли на 261. Хорошо. Но 1.0707 работает везде. То есть вот в данном случае вот эти две шпильки мне вчера ночью сказали. Слушай, 1.0707 работает, потому что не хочет он. Но все-таки он хорошо шпилькует его и тем самым подтверждает уровень. Где стояли мои стоп-лоссы? Нужно их поставить на место. 76. Вот. И, соответственно, 76. Вот я их ставлю на место и жду 423. В резюме по евро понятно. Но я для вас, как обычно, приготовил вот здесь еще одну позицию. То есть это был обзор моих действий. Это был обзор моих действий. То есть я без паники остаюсь и буду забирать свой 423. Обзор действий новичка на сегодня. То есть все требуют красивых коридоров. Вот. Я специально приготовил. Приготовил. В данный момент формируется красивый коридор по евро. То есть вы его прекрасно видите на экранах своих телевизоров, мониторов, ноутбуков и так далее. Поэтому можете спокойно, без нервов отработать в этом коридоре. То есть белое, белое, белое и начинает формироваться черное. Уже есть 38-я коррекция. Если дойдет до 50-ти, коридор считается рабочим. Это самый последний свежий коридор. Говорят же, это свежепривезенный продукт сегодня в наш магазин. Поэтому вот здесь вот у нас уже протухшая колбаса лежит. А это вот свежая колбаса. Ее только что, только что принесли с магазина. Поэтому добро пожаловать на дегустацию нового коридора. Пожалуйста. Здесь смотрим. Лишь бы до 50-ти дошел, кольнул его и все. Значит работаем. Вверху черное, внизу белое. 1,0740, 1,0774. Свежесваренный, свежепригнанный, еще не растаможенный коридор. Поэтому у всех он у вас на экране есть. И в принципе такие коридоры сформировались по всем валютным парам. Я для вас специально приготовил. Вот это евро-доллар коридор. Пожалуйста. Он готов для вашего внимания. Вот он коридор фунт-доллар. Тоже свежепригнанный. Пожалуйста. Он готов для вашего внимания. И вверх, и вниз я уже приготовил здесь фибоначи. Поэтому в этих коридорах я тоже буду участвовать. Да. Раз, два, три, четыре. Формировки пока что мы до 50 не дошли. То есть и евро, и фунт уже показали 38-ю коррекцию. Сейчас кольнем 50-ю. Коридор будет рабочий. Нижняя цена 1,5207. Верхняя цена 1,5238. Все. Вот это красивый коридор. Помните, в самом начале нашей встречи я говорил, если мы будем работать в красивых коридорах, то мы долго мучиться не будем. А если мы работаем в некрасивом коридоре, тем более сформированный из одной свечки вперед, из второй свечки назад, то тогда мучения будут наши очень долгими. Почему, еще раз скажу, почему мы взяли по евро-доллару именно вот этот коридор? Потому что на тот момент не было ничего существенного. Адреналин нужен был. То есть вот этого ничего не было в понедельник. В понедельник было только вот эти три белые и одна черная. Но нам же нужно заходить на рынок, поэтому, в принципе, мы взяли вот это вот движение, и я, в принципе, этим движением доволен. Чем больше стоп-лоссов, тем больше прибыль. Соответственно, если сейчас закроется 423-й, депозит мой существенно вырастет. То есть, ну, не зря прошла неделя. Начали в понедельник, слава богу, сегодня четверг, в пятницу, надеюсь, эти мучения закончатся. Вот, и кто дождется этот коридор, ну, я лично, я буду в пятницу очень хорошо, наверное, ловить релакс такой, да? То есть, с понедельника по пятницу это, на самом деле, мучительно. 9 стоп-лоссов и вот такие вот веселые значки, сука, поставил. Ну, вы, наверное, понимаете, да? Поехали. То есть, свежепригнанный коридор по евро, вот он, раз. Свежепригнанный коридор по фунт-доллару, два. И свежепригнанный коридор по золоту, это вот он, третий. Их вы видите у себя на экране. Смотрите, сколько беленьких. Раз, два, три, четыре, пять. И корректируемся. Вот это основание, смотрите, раз, два, три, четыре, пять. Как вы думаете вообще, куда график пойдет, вверх или вниз? Вот куда, как вы думаете, куда пойдет золото? Кто-то мне вчера задавал вопрос, а вы учитываете свечной анализ или не учитываете? Вот эти белые свечки, смотрите, каждая свеча у ней high выше, чем предыдущий high, low выше, чем предыдущий low. То есть, сформировался некий такой свечной тренд. Правильно говорите, Нина. То есть, для меня это основание, что золото будет сегодня улетать очень сильно, улетать вверх. Так, позицию Виктора Маркова я уже понял. То есть, Виктор Марков у нас медведь. Но, если человек медведь, к примеру, то это не говорит о том, что в восходящем тренде будет все падать. Я вот, допустим, по характеру тоже медведь. То есть, мне легче продавать, чем покупать. Потому что, когда я продаю, я вижу, что мой селл поставился по данной цене. А когда я покупаю, я вижу, что мой buy улетел куда-то выше, чем я его планировал поставить. Поэтому я, по сути, медведь. Но, в данном случае нужно признать, что вот эти свечки, они все-таки характеризуют то, что пока все спали, золото потихонечку набирало обороты. Поэтому, смотрите, по золоту я резюме закончу. Я остаюсь верным своему коридору. Сейчас, секундочку, сейчас я вот это уберу. И приступлю к ответу на ваши вопросы. То есть, по золоту я остаюсь верным своему коридору. По пробитии сотки я буду заходить вверх. По пробитии сотки я буду заходить вниз. Тут я написал. Пять стоп-лоссов уже по золоту есть. И готовлюсь к входу до 423. Поэтому ситуация по старым коридорам, я надеюсь, вам объяснил. Поздравляю всех с фунт-долларом. Ни одного стоп-лосса прибыль составила 130 пунктов. Евро девять стоп-лоссов соблюдаем мани-менеджмент. Соблюдаем мани-менеджмент. И по золоту пять стоп-лоссов готовлюсь до 423 фибоначчи. Уровни поддержки. Отлично. То есть, хорошо. Пусть пробивает он все уровни поддержки. Делает, что хочет. Если он вниз пойдет, я ничего не говорю, Сергей. Если он пойдет вниз сейчас, то я зайду шестью лотами сел. То есть, я за. Я за. Мне без разницы, куда пойдет золото. Если пойдет вниз, пробьет сотку, я зайду. Поэтому, еще раз напомню, что данная стратегия помогает трейдеру всегда быть в теме. То есть, быть в тренде. А вдруг действительно, смотрите, у золота нисходящий тренд. И пойдем вниз, и пойдем еще куда-нибудь вниз. Еще раз напомню, что у золота хозяина нет. У золота хозяина нет. Поэтому она может идти куда угодно. Правильно. Куда пойдет, туда и пойдем, Игорь. Основной принцип данной стратегии. Это, в принципе, куда пойдет. Вот смотрите. Давайте даже рассмотрим фунтика. Вот была ситуация, где мы натянули коридор. Многие были уверены, что фунт пойдет вниз. Согласитесь, картина похожа. Пробитие такое сотки. Ох, фунт пошел вниз. Но. Потом он развернулся, пошел вверх. И многие были не согласны. Как вверх? Как вверх? Ну, пробил же. Ну, ладно, зайду. Ну, ладно. Получил 130 пунктов прибыли. Хотя вот в этой ситуации он был уверен, что фунт пойдет вниз. Поэтому на рынке, я еще раз напомню, на рынке никто не знает, куда пойдет цена. Кто-то вчера в чате правильно написал, что нужно читать книжки про дисциплину трейдера. Что трейдер на самом деле, самое плохое качество у трейдера – это уверенность. Первые мои депозиты были слиты, знаете, по какому принципу? Я уверен, что сейчас евро пойдет вверх. Ну и все. И до свидания депозит называется. То есть, никто, никто не может быть уверен. Ни Уоррен Баффет, к примеру, там, ни еще какой-нибудь, ни Джон Арнольд, там еще. То есть, есть рынок, за ним нужно гоняться, получать стоп-лоссы. Но тейк-профиты должны быть больше, чем стоп-лоссы. Дисциплина, самоконтроль, и все будет хорошо. Поехали. Вот не терпится, Сергей, узнать, как я восстановил свой депозит. Вот здесь я приготовил позицию для вашего обзора. Где же она? Вот она. Нет, где она. А на чем я восстанавливал? А, я на евро же восстанавливал. Вот она, позиция для вашего обзора. Это одна из моих тактик. Соответственно, я вам о ней еще не разглашал. Но на ней я очень хорошо вчера, как бы усиленными лотами, забрал прибыль на 423. Об этой тактике я буду рассказывать на... Ну, соответственно, я ее берегу для того, чтобы проводить все-таки в следующих месяцах какие-то условно платные курсы. То есть, данная тактика, соответственно, берется в тот момент, когда на рынке формируется несколько шпилек в разные стороны. Вот, и первая уверенная свеча после шпилек, соответственно, я делаю заход до 423 со стоп-лоссом на 161. То есть, это другая тактика. Если у кого-то есть интерес, соответственно, она отрабатывает в тот момент, когда на рынке формируется очень много дожи, очень много звездочек и так далее. И первая уверенная свеча, вот она, первая уверенная свеча после дожи, можи и так далее, дает основание мне зайти в рынок со стопом на противоположном 161 и стейком на 423. Вот здесь две позиции я забрал, покажу вам историю счета. Вот они, мои две позиции. То есть, 10 лотов евробай, 10 лотов евробай, 2 900, 3 700 я забрал. То есть, всего 29 пунктов, всего 37 пунктов. Это я сделал уже для того, чтобы все-таки не добавлять на данный счет деньги со своего личного кабинета. То есть, на самом деле, пусть лучше я с рынка их заберу, чем с личного кабинета. Моя торговля честная, то есть, я ничего здесь не закидывал с личного кабинета, как есть, так есть. Вот она прибыль, которую я выкинул в личный кабинет, вот она моя вся торговля. Все мои 9 стоп-лоссов тут усиленными лотами и две позиции я открываю по своей собственной стратегии, чтобы восстановить свой капитал. На самом деле, я вам просто еще на своей страничке говорил, что я трейдер, ну, на самом деле, с очень большим опытом. Поэтому, как бы для меня, вот эти онлайн-трейдинги, ну, это... Я вчера вам говорил, что если вы дружите с мышкой, если вы дружите с метатрейдером, если вы дружите с достаточным количеством стратегий, то одна мечта вам, как бы, находиться на этом рынке и зарабатывать. Вот, поэтому капитал восстановил для чего? Для того, чтобы, соответственно, продолжать работать по данной стратегии и радовать вас ежедневными обзорами. Итак, что же произошло? Что же я сегодня вам предлагаю? Я предлагаю вам все-таки использовать вот эти красивые коридоры. Белое-белое-белое, черная коррекция до 50. Фунт белое-белое-белое-белое, черная коррекция до 50. И золото белое-белое-белое, черная коррекция до 50. У нас, кстати, сформировалось столько стоп-лоссов, что наш постоянный слушатель, он с вами постоянно переписывается, Серик Сказаларды, он сегодня ночью примчался в Алмату, и вот сейчас он сидит рядом со мной и говорит, что только рядом со мной он будет выходить из коридора по евро-доллару. Поэтому он сейчас вам всем привет передаст. Сергей, ой, это Серик поздно ночью выехал из дома, и рано утром он уже оказался в Алмате. Ну вот так вот, то есть люди любят трейдинг, люди любят трейдинг. Вот Магометов Серик, он вам пишет, он сидит прямо передо мной. То есть в студии сейчас один человек, а в интернете очень много людей слушает. Вот так вот люди любят трейдинг. Так, в принципе, коридоры на сегодня обозначены, старые коридоры остаются рабочими. Количество стоп-лоссов в этом коридоре говорит о том, что нужно соблюдать money management. Поздравляю всех с фунт-долларом. Фунт-доллар не пытайтесь дальше доторговывать вверх, потому что у фунт-доллара есть абсолютно противоположные позиции. Я вам сейчас их покажу. Смотрите, то есть я сейчас очищу график. Так, где шаблон? Шаблон. Шаблон. Вот. У фунт-доллара, смотрите, что здесь сформировалось. То есть фунтик, в принципе, подошел куда? Он подошел к сотке подневки. То есть вот так вот выглядит ситуация по фунт-доллару. Смотрите, красивый был одноцветный рост. Далее пробитие сотки глобальщики зашли в Селба 261. Ну а фунт протестировал 161 и четко сейчас показывает сотку. Что может произойти с фунтом? Что может произойти с фунтом? Смотрите, то есть он сейчас прямой наводки от дневной сотки может четко показать нам цену 1.4829. Поэтому не пытайтесь доторговывать фунта вверх, а лучше работайте вот в этом коридоре, который я вам показал. Если он пробьет сотку вверх, тогда да, добро пожаловать. Если он пробьет сотку, то ловите его до 261 или до 423 по тому принципу, который вы уже знаете. Пробьет 161, значит до 423. Не заденет 161, значит только до 261. Кстати, вот здесь напомню, если он все-таки выходит из сотки нормально, без пробития 161, не жадничайте. Он дойдет только до 261. То есть силы пробития сотки говорит о том, докуда он может дойти. Поэтому по фунту не пытайтесь идти вверх, я вам уже показал почему. Потому что по фунту вот эта вот фибоначо, она главнее, чем часовая. Вчера кто-то, мы с кем-то здесь дискуссировали, мы по часовке работаем, а кто-то без остановки пишет. А на 4-х часовки вниз, а на 4-х часовки вниз, а на 4-х часовки вниз. И тогда ему кто-то ответил, слушай, мы работаем по часовке, да, к примеру. Потому что если бы я бы туда вклинился в этот разговор, я бы написал, что по дневке вообще все вниз смотрит. По недельке вообще смотрит глобально вниз. И 423 находится на таком уровне, что сейчас это уму нерастяжимо, да. А по месяцу тоже все смотрит вниз. Поэтому мы работаем по часовке, забираем свои 261 внутри, внутри вот этих... Смотрите, вот мы по фунту заработали бай по часовке против дневного тренда. Кто со мной согласен, тот, пожалуйста, поставьте плюсики. Мы хорошо заработали по часовке, но мы работали против дневного тренда. Согласитесь? Кто согласен, плюсики поставьте. То есть кто понял эту мысль. Все, вы поняли, да? Ну Серик прям рядом сидит, поэтому он первый понял. То есть данная стратегия дает, почему, смотрите, я им еще раз объясню, почему мы закрываемся на 261, на 423 и так далее. Да потому что дальше может и не пойти, потому что дневка смотрит вниз, неделька вниз, месяц вниз, все смотрит вниз, а мы торгуем вверх. Я думаю, что сегодня с обзорами все понятно. Сегодня с обзорами все понятно. Вопрос какой-то был у кого-то. Ну ладно, хорошо. То есть любой коридор добьется своей цели, какой бы коридор вы не выбрали. Всем спасибо за то, что подсказываете, что там свечка неправильно натянута, здесь свечка неправильно натянута. Все это на самом деле так, но любой коридор отработает. Но лучше всего, естественно, отработает красивый коридор, когда вот беленькая-беленькая, черненькая-черненькая. Вот эти коридоры будут работать красиво. Так, через три часа мы с вами опять, не через три часа, то есть во сколько? Шесть, тридцать, двенадцать, тридцать. Через шесть часов мы с вами вновь встречаемся для того, чтобы обсудить ситуацию, которая произошла за шесть часов на рынке. Я надеюсь, сегодня будут движения. И по желанию у меня такое к вам. Четверг-пятница доторговываем, все-таки получаем прибыль на своих счетах. И все, и в субботу-воскресенье вспоминаем эту неделю как страшный сон. Ну, на самом деле, сон немножко нарушился из-за того, что непонятно... Ну, такое ощущение, как будто рынок издевается специально над вами. Только над вами. То есть, ну, у нас же такое ощущение. Рынок издевается только надо мной, больше ни над кем. Вот, на самом деле, он издевается над всеми. Все. Спасибо всем за внимание. Смотрим коридоры. Кстати, каждый, каждый видит свой коридор. Свой красивый, свой некрасивый, свой хороший, свой нехороший. Один из вас будет торговать вверх, второй из вас будет торговать вниз. И все вы будете правы. Я отвечу, Сергей, хорошо. Я отвечу вам сейчас на письмо. Поэтому всем вам большого хорошего настроения и большой трейдерской удачи. До свидания всем. До новых встреч.